Поход в незнакомый торговый центр лучше начать с осмотра плана эвакуации. Если такая схема вам кажется просто геометрической фигурой, то лучше обратиться к сотруднику ТЦ. В форме игры обязательно объясните правила детям. Например, вы идете по лабиринту, только по коридорам и этажам торгового центра. Не слышав сирену об эвакуации, как бы это банально не звучало, паниковать не нужно, поверьте, этим делу не помочь. Если вы очевидец огня, то позвоните по экстренным номерам 101 или 112. При этом нужно говорить по телефону четко и спокойно. Если вы упали, то ни в коем случае не нужно сжиматься, стать нужно любой ценой. Можно ухватиться за проходящего мимо человека, конечно, рад он вам не будет, но в таком случае личное пространство можно и нарушить. Можно укрыть органы дыхания влажной тканью. Если человек одет в какие-то джинсовые курки, плотные ткани, ему больше повезло, но тогда укрыться надо, уже укрыть и волосы, и кожу, и органы дыхания. Можно завернуть землю, платок, какую-то салфетку, можно дышать через землю. Не пытайтесь спасаться на верхних этажах, нельзя прятаться в замкнутых и удаленных помещениях. В этот момент жизнь человека разделяется на до и после. И очень важно в такой ситуации не поддаваться панике, постараться сконцентрироваться на своем дыхании. Таким образом вы сможете вернуть контроль над собственным поведением. Двигайтесь в направлении выхода, скрестив руки на груди, держась за плечи и выставив локти вперед. Это спасет вас при давке. Вот вы и дошли до эвакуационного выхода. Если дверь открыта, то вам повезло. Если нет, то рядом обязательно должен быть ключ или молоток для разбивания стекла. Здесь остается лишь спуститься по запасной лестнице. Ну а внизу обязательно окажите помощь пострадавшим. Слава Кусма Долин, Марат Зайдулин, ТНБ, Казань. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова